Спасение есть Твое имя. Это Тот, Кто Ты есть. Мы любим Тебя, Ишуа. Мы благодарим Тебя за то, что Отец послал Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел от сердца с добром спасти нас. И теперь мы хотим сегодня отдать Тебе славу, ибо Ты — наше исцеление. Мы просим об исцелении, об эмоциональном исцелении, об физическом исцелении, об духовном исцелении, об психологическом исцелении. Отец, мы хотим сегодня принести Твоих людей на молитвы, руках молитвы Тебе. И мы просим Тебя. Боже, мы просим от тех, которых мы знаем, у которых есть финансовые нужды, Боже, открой двери неба, чтобы послать ответ в их жизнь. Мы — Твои руки и ноги здесь, на земле, и мы хотим благословить Твоих людей. Мы также хотим поднять нашу нацию, всех наций вокруг нас, всех наших лидеров, политических, духовных, моральных друзей. Всех наших друзей мы поднимаем перед Тобой, Господь. Мы просим Тебя за нашу нацию и за нацию Израиля, чтобы вся она вернулась к Торе, даже когда есть сейчас война против Хамаса. Мы просим Тебя, Боже, сейчас, в этот момент, чтобы Твое имя было вокруг их. Отец, покажи им, насколько Ты их любишь. Во имя Иисуса. Аминь. Вы можете присесть. Мне дали это раньше, потому что мы делаем прямой эфир на Ютьюбе и на Фейсбуке. Вот несколько статистики людей, которые сейчас нас смотрят. Из Филиппийц, из Германии, из Кении, из Лондона, из Шиланки, из Канады, из Нигерии, из Англии. О, сколько великих стран. И 44 штата смотрят нас, и даже больше нас смотрят. Слава Богу! Готовы ли вы? Готовы ли вы? Пристегнуты ли ваши ремни? Теперь приготовьтесь также к Слову. На прошлой неделе мы говорили о 13 атрибутах Господних. И это очень важно иметь имя, да? И жить по этому имени, и жить по силе этого имени. Представьте, если кто-то сказал, приветствую вас, меня зовут Добродетель. Красивое имя, правильно? Если у вас есть надпись на машине, не означает, что это все правда, да? Я в моей жизни, я не хочу ничего поставить на моей машине, никаких стикеров, ничего. Один раз я видел стикер на машине, на машине, и было написано «Мой Бог больше, чем твой Бог». Другой стик говорил, что дьявол хотел меня наказать, но я наказал сам себя. Смешные такие стикеры на машинах. На прошлой неделе мы говорили о 13 атрибутах Божьих, о Его характеристиках. И это реально Его характеристики, друзья. Он не просто говорит истину, Он есть истина. И мы говорили о 13 именах, и первое имя это было «Господь». Когда Он говорил к Моисею из горевущего куста. И Моисея не просто это слышал, но Он видел Бога. Он видел это имя, как оно буквально появлялось. И если вы помните, на прошлой неделе мы говорили о том, что перед тем, как мы грешим, мы просим, чтобы Бог показал нам милость, потому что мы Его создание, мы нуждаемся в Нем. Мы нужны понять, что Бог сказал Адаму и Еву распространяться по земле. И сколько из вас решили, когда вы будете рождены? Никто из нас это не решил. Мы просто были рождены. Мы не имели никакого контроля над этим. Поэтому, друзья, мы говорим «Господь», потому что Господь, Ты создатель всего. И Ты дал мне жить. Ты дал мне существование. Я Твое дитя. Сколько из вас верите, друзья, что родители заботятся о их сыновьях и дочерях? Они любят их. Но главная вещь, друзья, это то, когда мы зовем к Богу, мы говорим «Боже, мы часть Твоего создания». Он заботится о всех, о всех животных, о всех людях. И когда мы просим Бога помочь, Он всегда помогает, друзья. Это перед грехом. А второй раз, когда мы говорим «Слово Господь», это уже после нашего греха. Мы говорим «Боже, даже если я уже скрешил, я знаю, что Ты позволишь мне остаться в живых, чтобы я мог покаяться». Представьте себе, Бог и в Его праведности мы должны умереть из-за греха. Но внезапно что происходит? Если мы согрешили, и мы не умираем, и тогда все думают «О, Бог, Он солгал, что мы умрем». Или же что-то здесь не так. Друзья, это когда, например, кто-то превышает скорость, например, скорость максимум 30, и никто не получает никаких штрафов, и люди начинают забывать. И, друзья, когда люди забывают, стандарты меняются, стандарты унижаются. Люди говорят «О, почему тот человек сделал так, а я не могу сделать так?» Друзья, когда Господь показывает милость после нашего греха, «О, причина этому, Он знает, что Он дает время, чтобы мы покаялись, друзья». Он дает нам все еще жить, чтобы мы покаялись. Но вопрос следующий. Насколько мы будем отваживать Бога, отваживать все перед Богом до того, как мы покаемся? Теперь третий атрибут — это «Эл», это «Элохим», это «Бог». «Эл» означает «сила Божья», «Его величие», «Он Босс», «Он Царь», «Он Источник всего», «Он только единственный Судья». Но, если мы посмотрим, Авраам, да, в «Бития» 18, да, глава 35 стих, и здесь говорится следующее, «Сделайте так, почему ты разрушил святого с несвятым? Не ты ли судья всех и всему?» Авраам взывал к Богу и просил его как судью, да, как «Эл», как великий Бог. Но он спрашивал у Бога о милости. Будешь ли ты милостив к святому человеку между несвятыми людьми, друзья? И мы читаем в Библии, что 10 святых людей было достаточно для того, чтобы спасти город, но даже и 10 не нашлось. Сколько людей было в семье Лота? Кто-то из вас знаете? Можете ли угадать? Сколько человек было в семье Лота? Восемь? Думаете ли вы восемь? Потому что у Лота было четверо детей, четверо дочерей. Две уже женились, а две ушли с ним. И вот Авраам думал, я знаю, что есть там восемь, потому что есть Лот и его жена, его дети. По-любому Бог должен спасти их. Но, друзья, и этого не хватило. Не хватило, друзья. Помните, что Моисей, он говорил Богу, «Боже, пусть твоя сила будет велика». И здесь он говорит, здесь опять же это слово, этот атрибут, эта характеристика. Здесь мы считаем, Бог, он все это подчеркнуто, Господь. Здесь Моисей говорит с Богом. Это уже после того, как люди уже, и после всей истории о золотом тельце, и Бог показывает Себя Моисею, и уже месяц спустя мы видим, что, как все происходит, да? И мы понимаем, что Моисей напоминает Богу. Он говорит, «Боже, я теперь прошу тебя, то, как ты сказал, что ты держишь милость, что ты прощаешь, что ты исцеляешь, что ты имеешь милость на поколение после поколений». И он даже говорит, «Боже, Боже, ты сам покайся в том, что ты хотел сделать, и по величии милости Твоей прости им». И, друзья, насколько из вас вы понимаете, что прощение само по себе, оно взыскивает очень много труда. Да, это очень трудно прощать, друзья. Мы духовно будем очень бессильны, если мы не можем прощать. И от прощения нисходит сила. Но важнейшая часть — это показывать милость и прощение. Это не просто избегать... Друзья, мы не просто должны избегать какого-то наказания, да? Но, друзья, Йосиф, он был прощен, например, но он все еще оставался в тюрьме. Прощение не означает то, что мы избежим последствий, друзья. Мы читаем дальше, числом 14 глава, с 20 по 23 стих. «И сказал Господь Моисей, «Прощаю по слову Твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля». Друзья, Бог хотел, чтобы все люди вокруг народа израильского видели силу и славу Божию. И Бог говорит, что вся земля увидит силу Мою, которые... Мы читаем дальше. «Все, которые видели славу Мою и знамения Мои, сделанные Мною в Египте и в пустыне, и искушали Меня уже десять раз, и не слушали глаза Моего, не увидят земли, которую Я склятвую обещал отцам их». Здесь вы видите, друзья, что они будут наказаны. Мы видим, что в молитве народ стоял, люди стояли, и Бог говорил, что будут люди, которые будут стоять, и поддерживать тех, которые руки их уже изнимают. Верите ли вы в гравитацию или нет, друзья? Она существует. Я слышал историю. Были два людей в машине, и человек ехал очень быстро, и пассажир сказал, что ты делаешь? Там может быть полицейский, ты идешь против закона. Он говорит, ну, там нет полицейского. И он продолжает ехать с великой скоростью. И потом они подходят через... Они подъезжают к великому туннелю, и там написано «12 фитов». Они все равно едут быстро. И пассажир говорит, что у тебя есть 14 футов трак, но здесь есть ограничение от 20 фитов. Но человек этот говорит, ну, здесь никакого человека, который... Здесь нет человека, чтобы он мне сказал что-то против. Друзья, этот человек врезался в этот туннель. Все, что я хочу, чтобы вы поняли, друзья, это следующее. Божий закон гравитации, он может сделать чудо и поймать кого-то, кто падает. Но для того, чтобы сделать это, он должен идти против своих других законов. Это других законов. Например, другой закон, что ты впадешь в конце концов. Когда Бог прощает тебя, он должен поменять закон свой, который говорит, что когда человек согрешает, он умирет. Но теперь же человек продолжает жить. Поэтому каждый раз, когда мы грешим и хотим продолжать существовать, Бог реально должен идти против одного из своих законов, праведности. Потому что вы знаете, когда человек, который ранил другого человека, этот человек хочет праведности. И Бог, он должен сделать праведность. Он должен наказать. И он думает, он понимает, покажу ли я свою праведность, или же покажу я свою милость человеку? Дам ли я ему время, чтобы он покаялся? Друзья, это очень важно. Когда вы понимаете эти все концепции, вы понимаете, что так работает сила, милости Божией. Так же, как смерть, это натурально. Но для Бога, чтобы восставить нас от смерти, Он должен поменять один закон, это закон смерти. Друзья, когда мы согрешили, мы уже ходячие мертвецы. До того, как что-то произойдет от Бога, друзья. Поэтому, чтобы было прощение, мы должны попросить у Бога и попросить Его силы, чтобы Он дал нам силу над грехом. И в нашей ситуации, чтобы Бог позволил нам дальше существовать. Это означает, что когда мы покаемся, чем быстрее мы покаемся, тем лучше. Давайте посмотрим на Божью натуру, на Его природу, да, на Его силу. Когда Он сказал, чтобы воды Черного моря, они расшлись, а они сделали, это случилось. Бог сказал, сделайте это, воды, и они сделали. Тот Бог, который сказал в воде, чтобы она лежала, Он может сказать в воде и стоять. Но, друзья, похоже, не может случиться и в нашей жизни по отношению с грехом. Почему? Потому что Бог не может поддерживать грех. Для того, чтобы поддерживать человека, который грешит, Бог сначала должен пойти против своего закона, который говорит, что человек должен умереть после греха. но мы считаем, друзья, мы читаем, друзья, мы читаем, и мы видим, какая сила должна быть в человеке, какая сила должна быть в Боге для того, чтобы простить грех. И Бог должен идти против своей натуры. И проблема в христианстве сегодня, что мы сегодня погибаем в нашем грехе, и мы просим Бога, чтобы Он не забрал нас из воды, но в ту воду, в которой мы утопаем, мы хотим, чтобы мы продолжали такое делать. Люди полны греха. Они не хотят заниматься последствиями своих грехов. Они хотят, чтобы Бог их простил, и чтобы они могли дальше продолжать жить. Но так не работает. Это так не работает, друзья. Теперь. Хорошо. Первый атрибут. Мы читаем, мы видим, что здесь мир — это от милости Божьей создан, и потом продолжает существовать только по милости Божьей. Сколько из вас знает, что Бог сейчас может разрушить этот мир в любую секунду, да? Он ждал, терпел людей столько же лет. Их не грех. Я знаю, что я, может быть, забыл сказать это на прошлом, на прошлом сужении. Но когда я был спасен, еще была война в Вьетнаме. И я... И я спрашивал Бога, почему, Бог, ты не оставляешь войну еще? Бог, почему... Бог, ты же можешь остановить войну в любой момент, но в то же время Он должен убить всех людей по всему лесу земли, потому что мы все согрешили. Бог может делать все, что Он захочет. Он милостив, Он медлит к гневу. Но когда Он гневится к нам, как часто мы говорим Ему, чтобы Он отложил свой гнев, чтобы мы могли продолжить жить в грехе и наслаждаться грехом? Поэтому третья характеристика Божья, это Эл, это то, что у Бога есть милость, и весь мир существует только по милости Божьей. Теперь это нас приводит к следующему. Эл, это означает идти против твоей натуры, чтобы мир продолжал существовать. Представьте, если бы кто-то каждый раз, когда кто-то что-то что-то украл, упал бы и сразу умер бы. Каждый раз такое происходило. Тогда бы люди перестали воровать, друзья. Но, друзья, дорогие, Бог, Он милостив. Мы заслуживаем такую участь смертельную, но Он милостив и долготерпелив. Следующая атрибут или характеристика Божья, это Он милостив. Представьте, кто-то вам скажет, приветствую тебя, меня зовут милостив. Бог, Он есть милостив. Есть различные слова для милостив. Ракам, это когда говорится о том, когда человек еще в зачатии, в утробе матери, и Бог дает милость, чтобы этот ребенок перестал. Теперь, слово Ракам, когда только кто-то говорит об этом, да, кто-то говорит, посмотрите на мою ситуацию, моя ситуация может быть трудная, да, как будто один маленький ребенок, он взывает к отцу или к матери, и он хочет, чтобы они его поняли, и они говорят, родители, пожалуйста, посмотрите на мою ситуацию. Хорошо. Друзья, слово Ракам, да, есть ситуации различные, да, есть какие-то трудности, но, например, когда двое людей сделают какой-то нечистик или какой-то грех, они могут получить различные, различные наказания, но Ракам здесь говорит о том, что человек согрешил, но заслуживает милость. Кто из вас избежали штрафа за превращение скорости? Почему так? Почему так получилось? Так получилось, потому что была милость судей, судья имел милость на вас. Один раз для меня, для меня просто не повезло. Не то, что я превышал скорость, я и шел с одной линии в другую, с одной линии в другую. Полицейский меня остановил, написал мне штраф, и я ему сказал, ты не видел, что я должен двигаться по сторонам, потому что там были конусы поставлены на пути, но это было запрещено делать это. И поэтому были различные ситуации, когда я делал неправильно. 21 год мне было, например, и я всю ночь ехал. И это было 4 часа утром, и я просто упал в сон. И я еду вот так, и когда я упал в сон, и я начал съезжать с пути, и я проснулся немножко, и я начал поворачивать туда и сюда, и я буквально начал ехать вообще стороной, и моя машина начала вообще, вообще переворачиваться, и я попал у яму. Реально попал у яму. И я не был пристёбнутый так же. Я вообще не был пристёбнутый. Но я спал, поэтому я даже не знал, что происходило. И всё, что случилось со мной, я просто себе поронил немножко колено, и всё. всё. И вот я внезапно чувствую запах гасолина. Я думаю, всё, мне капец. И вот я вылезаю из дверей, из стекла, да, машины, и всё было разрушено, да. Я велюсь из-под машины 4 часа утра, я иду к фермеру, к одному, к одному доме фермера. Я говорю, прошу, могу ли я взять ваш телефон и позвонить моим родителям? Мои родители, пока я их ждал, чтобы они пришли, я пришёл на, вернулся обратно к машине, я чистил немножко дорогу. Мои родители пришли, я взял все мои газеты из моей машины, которые я раздавал, и потом я пошёл обратно домой. И в 8 часов утра я получаю звонок, и мне полицей звонит. Это твоя машина здесь, на улице? Да, да, это моя машина. Привет, мне полицейский говорит, приедь сюда, сюда. Я увидел, ты где ударился, и потом, теперь, где твоя машина? Твоя машина уехала так далеко, как быстро ты ездил. Я сказал, я не знаю, я просто спал. И он написал мне штраф за превращение скоростью. А потом он мне написал другой тикет за то, что я ушёл с места происшествия. Он сказал, ты должен был позвонить в полицию перед твоими родителями. И я пошёл в суд, этот человек, этот полицейский, там он не показался в суде, и меня отпустили. Но, друзья, есть такие ситуации, когда из-за удачи тебе повезло. Поэтому слово «ракам» — это когда ты посмотришь на твою ситуацию, и всё решится так. Теперь, пятая характеристика Бога — это милостивый. Милостивый. Канан. Это как благословение. Пусть Бог посмотрит на тебя лицом своим и будет милостив к тебе. Канан. И разница между Канан и предыдущим словом — это когда Бог персонально вмешивается в ситуацию. Когда вы взываете к Богу, Он милостив к вам, и Он персонально вам помогает. Когда вы взываете к Нему, независимо с чем-либо вы не боролись. Мы читаем в битие. Мы читаем в исход 22 глава 26-27 стих. «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, то до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него». Мы читаем Месаи 30-19 «Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме. Ты не будешь много плакать. Он помилует тебя по голосу вопля твоего, и как только услышишь его ответы тебе». Здесь говорится о том, друзья, что независимость от того, что Бог милостив, Он также и поможет вам в вашем проблеме. Друзья, это когда есть дети, которые сделали какое-то прогрешение, и они понимают, «Боже, просто отец, мать, прости меня, я осознаю мою ошибку». И вот это один из атрибутов Божьих, Он милостив. Теперь, царь царей, создатель вселенной, он хочет быть наравне с нами, он понимает нас, он идентифицируется с нами. Друзья, кто-либо из вас имели проблему, например, если бы ваш дом сгорел, и кто-то пришел к вам и сказал, «О, я знаю, что тут происходит с тобой». Нет, ты не знаешь, потому что у тебя дом не сгорел. Друзья, Бог, Он стал человеком, потому что Он хотел, чтобы мы знали, что Он нас понимает. Как мы можем прийти к Богу и сказать, «Ты не понимаешь нас?» Бог заботится над нас, друзья, Он стал человеком, и Он стал человеком, друзья. Это великолепное чудо, которое Бог сделал. Мы видим, друзья, когда наши дети призывают о милости, мы показываем милость, друзья, мы показываем прощение, потому что это касается к нашему сердцу, друзья. Всемогущий Бог оказывает нам милость, потому что мы созданы по Его, по Его лицу, по Его силе, друзья. Бог сказал, друзья, «Я видел, что мои люди в беде». Мы читаем Исход 3-7, «И сказал Господь, «Я увидел страдания народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его, я знаю скорби его». Друзья, Он не только все это услышал, но Он все это принял к сердцу, и Он сделал шаги для того, чтобы спасти свой народ». Друзья, когда мы слышим это, когда мы слышим о проблемах, мы должны внимать. Есть разница между видеть и слышать, друзья. Давайте посмотрим «Бытие 42-21». Братья, когда они выкинули Иосифа в яму, друзья, и говорили один друг другу, «Точно мы наказываемся за грех против нашего брата, потому что мы видели страдания души его, когда он умолялся, и не послушали, зато и постигло наше горе сию». Друзья, они увидели это и не послушали, друзья. Поэтому Бог нам хочет сказать, что Он реально нас слышит. Он слышит нашу боль. Теперь следующая мысль. Бог хочет, чтобы мы провозглашали Божью мощь. Когда мы несем Божье имя, другие люди должны видеть, кто мы в Боге, друзья. Поэтому в этом есть проблема, когда мы используем слово Иисус, это не имеет великое значение, потому что это перевод, это слово в переводе. Но Иешуа, Иешуа означает спасение, спаситель, друзья. И в этом есть проблема с английским языком. Кто-либо из вас любил такую ситуацию, чтобы вы выросли и вас родители назвали неверными? Никто не любит такое имя, правильно? Имена имеют значение. Кто-либо из вас, знаете, Иов, да, Иов, у него была трудная жизнь. Знаете, что его имя означает? Чё, Иов, что его означает имя? Я ненавидим. Кто-либо из вас был бы радостный, если бы к вам подошли, пожали вашу руку и сказали, приветствую вас, я есть ненавидим. Это его значение? Это значение Иова, друзья. Поэтому есть значение у всех имен. Теперь, следующий атрибут Божий, это Бог, Он долготерпелив. Долготерпелив. Он страдает, Он любит нас. Что это означает? Это означает, что Бог страдал долгое время и держал людей, и прощал людям про грешения их друзья. Бог долготерпелив. много раз родители они бьют своих детей, но и тогда они терпят их также, друзья. И вот такое слово «эапиин» говорит о носе, то есть нос. Он показывает гнев, как этот бык здесь. Он показывает гнев. Бог он как этот бык, который гневается, друзья. Но Бог все равно он милостив, и он продлевает дни прощения. Мы читаем 1 Петра 4 глава 18 стих. «И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешник где явится?» Друзья, святые люди едва едва спасаются. Где будут люди, которые грешные сегодня. Очень мощные слова. Друзья, вы должны понимать, что Бог отдал от своего гнева, чтобы спасти нас. Чтобы спасти нас. Мы видим, мы читаем, друзья, Псалтыр 7, 11. «Бог судья праведный, и Бог всякий день строгого взыскивающий. Друзья, Он всегда взыскивает из строгого человека. Он не убивает нечестивого человека, но Он продлевает немилости над этим человеком. Но когда уже Божий гнев изливается, это будет очень, очень больно. Бог хочет нас спасти. Бог хочет нас избавить. Бог хочет дать нам спасение. Если Бог закроет дверь, кто откроет? Друзья, мы читаем дальше, Иезекииль 18.31 «Отвергнете себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух, и зачем вам умирать дом Израиля?» Друзья, то, что Он продлевает милость, не означает, что Его гнев не сойдет. Друзья, мы не можем продолжать грешить и ожидать, что Бог нас будет продолжать прощать. Мы читаем Еремия 50.25 «Господь открыл хранилище свое и взял из него сосуды гнева своего, потому что у Господа Бога Сауфа есть дело в земле халдейской». Поэтому, друзья, если кто-то призывает имя Халдей, мы видим, друзья, что Бог гневается. И Он все равно милостив в то же самое время. Его имя это долготерпеливый. Когда мы думаем о долготерпеливости, друзья, мы читаем Висайи 53.7 «Ешуа, он был в борьбе, он не открывал свои уста, он был в тишине, и как огнец и шел на заклание, он был безмолвлен, он не открывал свои уста, друзья, и слово на еврейском языке это быть в тишине. Это слово, кто-либо из вас можете мне сказать, что это за слово? Это Elohim. Elohim. Это есть слово, часть этого слова означает быть в тишине, это Бог, он страдает в тишине. Божье слово означает, что кто-то страдает, то есть он страдает в тишине, друзья, за нас. Это очень великолепно. Теперь мы подходим к следующему атрибуту Божьему. Это полный доброте. Равхесед. Равхесед. Если вы помните, здесь говорится о том, что Бог он добрый, но он все еще защищает людей в доброте, даже когда они грешат и каются. Мы видим, что означает Равхесед. Это когда Бог он полный доброте. Если мы читаем Михей 7 с 18 по 20 стиха, кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющие преступления остатку наследия твоего, не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь в пущную морскую все грехи наши. Друзья, есть такое слово кабаш. Бог имеет милость на нас, друзья. Милость. Бог здесь говорит следующее, что ты ввергнешь в пущину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иякову, милость Аврааму, которую склятвою обещал отцам нашим от первых дней. То есть, друзья, Бог подчинает нашу нечистоту. И даже здесь мы просим Божия, пожалуйста, унишь нашу нечистоту и увеличь доброту свою к нам. То есть, будь милостив. Это как на весах. Было больше нечистости в прошлом, но теперь доброта превышает. И мы просим Божия, смилостився. Друзья, в мире, когда нам есть дана свобода, мы отвечаем за свои поступки, за свои слова. Поэтому, когда мы говорим Слово Божье, Раф Хесед, здесь мы просим, чтобы Он не судил нас по наших делах, но чтобы Он судил нас со Своей милостью, со Своим пониманием и милостью. Великолепно это, великолепно, друзья. Теперь, полной доброты, Раф Хесед, пожалуйста, будь милостив, и спаси нас, и прости нас. Эти есть различные имена Божьи, которые мы уже прошли. Мы прошли семь, есть они все тринадцать, следующие шесть мы покроем в следующую неделю, но теперь, как мы работаем над нашей Библией, у нас есть сколько погрешений в английском языке, это вообще. Здесь мы видим евреям, евреям четвертая глава. Пусть мы придем к трону милости с чем? Здесь мы считаем, что много переводов в английском неправильно. Здесь говорится о том, чтобы мы получили милость и прощение. Друзья, мы должны понимать то, как есть, какая святость в Боге. Здесь есть Божья милость, друзья. Божья милость. Мы читаем евреям четвертой главе. Мы считаем, что трон Божий полный милости. Полный милости, друзья. господь, благодарим Тебя за все, что Ты дал нам. Боже, мы хотим идти за Тобою. Боже, Ты сколько дал нам милости. Мы просим Тебя, Боже, дай милость свою для нас. Ты наша защита. Мы просим Тебя, Господь, будь милостив к нам. Отец, мы хотим идти за Тобою. Мы хотим идти за Тобою, Боже. Ты наш Спаситель. Боже, Ты хочешь благословить нас, Ты хочешь провести нас. Поэтому мы хотим идти за Тобою, Боже. Мы хотим быть в спасении Твоем. Мы хотим быть прощены Тобою. Мы не хотим идти против Тебя, мы хотим быть с Тобою. Мы хотим показать Тебе силу. Мы хотим быть людьми по Твоему закону. Мы хотим показать народу вокруг нас то, как Ты есть свят. Мы хотим быть как Ты. Дай нам спасение Твое. Аэрон Пусть Господь благословит тебя и хранит тебя и будет с Тобою. Пусть Господь поднимет на тебя защиту свою. Во имя Отца. Аминь. Мы увидимся с вами скоро в следующей неделе. Пусть вас Бог благословит. Господь.